Здравствуйте! В гостях у меня сегодня Николай Кучуков, главный тренер Рязанской области Федерации спортивной борьбы. Николай Викторович, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и вот расскажите первонаперво, что такое спортивная борьба? Ну, если начинать, то спортивная борьба у нас создана была Федерация в 2010 году. Как таково ее до этого времени не существовало. Она стала включать в себя пять видов спорта. Заосновывались у нас в Рязанской области это грекоринская борьба. Затем мы организовали вольную женскую, вольную мужскую, грэплин и панкартион. Вот эти пять видов спорта и включаются в нашу Федерацию спортивной борьбы Рязанской области. И вообще в Федерацию России. А вот за столько времени уже, наверное, можно сделать какие-то выводы, да, насколько эта борьба популярна в нашем городе, в нашем регионе? Ну, грекоринская борьба, которая основная у нас является, она и была всегда популярна. У нас очень хорошие результаты, чемпионы, призеры мира. Тот же самый Рощин был у нас с олимпийским чемпионом, который прославил наш город. Тот же самый Чуфистов, который выиграл у Поддубного. То есть это основа грекоринской борьбы. Сейчас вот у нас очень хорошие результаты показывают девочки. У нас несколько человек являются сборной страны, призерами России. И с каждым годом популярность женской борьбы становится все больше и больше. А почему у нас девушки теперь любят за себя постоять, да? Не то, что постоять. Вот им нравится именно единоборство. Они хотят себя видеть на равных с мужчинами. Выходя на ковер, даже интереснее иногда смотреть девочек, чем мальчиков. У них более азартная борьба, более зрелищная. То есть с ними, как таково, намного интереснее работать и заниматься с ним. Они полностью отдают себя этому виду спорта. Им нравится. Они с душой подходят ко всем. И с тренером находят более контакт быстрее, чем, допустим, с мальчиком. С ними посложнее. Ну, интересно тоже. Но и тем не менее, девочки не только женской борьбой занимаются, да? Греплингом, например. Греплинг, естественно. Греплинг, и у нас, как он, новый вид спорта для нашей Рязанской области. И вот у нас основной тренер – это Гавриков. Он очень большой вклад сам выступает и воспитывает девочек. Сейчас на базе 37-й школы занимается. У нас есть призеры мира, призеры России, чемпионы России. То есть, это такой своеобразный вид спорта, который очень, ну, как сказать, интересный своим другим понятием этих единоборств. И девчонки вот у нас выступают, достигают очень хорошего результата. Хотя занимаются они всего 3-4 года. И достаточно серьезно прослали наш Рязанскому по этому виду спорта. А вот, кстати, со скольки лет можно начинать заниматься спортивной борьбой? Ну, вообще-то спортивная борьба – это серьезный вид спорта. Заниматься можно с шести, но это идет совсем другое. Сначала идет, как бы, детское – это общее развитие, гимнастика, физкультура, ну, плавание. И общее развитие идет. Затем, когда уже достигает какого-то школьного возраста, где-то 9-10 лет, тогда можно же подключать к изучению самого вида борьбы, которым он занимается, самих приемов, собой тактики, психологии. Потому что еще маленький возраст – это еще дети, с ними надо просто нячиться, заниматься, чтобы им нравилось, и потом они перешли плавно в занятия серьезным видом спорта, когда с ними можно уже работать, когда они понимают, о чем идет речь. А вот верхний потолок, с которого… Он практически не ограничен. То есть в любом возрасте может прийти чему-то улучшить? У нас есть, допустим, взрослые же, когда и 65 лет выступают по ветерану. У нас Владимир Николаевич Емельянов, он стал трехкратный победитель, чемпион мира и призер мира. То есть у нас ребята занимаются до бесконечности, если хватит им здоровья и желаний. А так здесь в основном начало, когда надо заниматься. Данные должны быть, здоровье должно быть у детей, тогда с ними можно интересно работать и подготавливать спецмены. А вот, кстати, многие родители боятся все-таки отдавать детей на борьбу. Ну, синяки, ссадины, да, не дай бог переломы. Насколько вообще, особенно девочек, опять же, да, ну зачем девочке фингал под глазами? Вот, ну, есть такое вот мнение все-таки. Насколько это все-таки травмоопасно или нет? Мы можем идти по улице, но у нас упадет кирпич. Но здесь, если ты подготовлен, там этого не может быть ни фингалов, ни это. Ты должен уровень достичь того, чтобы этого не было. Ну, естественно, у нас серьезный вид спорта. И недоборство – это когда человек обладает знаниями, согласно, как оружие. То есть он не может, он может за себя поставить на улице, везде быть уверенным в себе и во всем. Поэтому говорить, что этот спорт, он без травмы – это невозможно. А синяки для нас – это нормально. Ну, правда, не бокс где по голове бить, у нас нет такого. А то, что в борьбе – это нормально, без крови, безо всего, у нас не обходится. Как в любом виде единоборства. Ну, как считаете, какие личностные качества воспитывают этот вид спорта? Если человек, девочка, все с характером, тогда они будут заниматься. Если нет характера, они будут плакать, уходить и уходить от этого вид спорта. Там всегда проявляются мужские, женские характерные люди. Только такие люди и ребята могут достичь высших достижений. Потому что не каждому дано, допустим, быть олимпийским чемпионом мира, но каждый может определить для себя, как грань того их знаний, которые возможно для него дать. Всех же потенциал какой-то определенный, поэтому мы сейчас и ведем работу по отбору, просмотру, набираем побольше, чтобы выявить те таланты, с которыми можно работать серьезно, чтобы достичь хороших результатов для нашей вида спорта, для всех пяти и для нашей рязанской борьбы. Кстати, какими недавними результатами, победами можете похвастаться? – Будем говорить так, что сейчас вот у нас две недели назад в Рязани проходил турнир памяти Соловова. И в параллели МОМЦС профсоюзов было. У нас там было два чемпиона. Это возраст юниоры, которые до 18 лет, до 17, которые у нас практически давно не было. Сейчас мы достигли того уровня, что у нас в этом возрасте уже появились спортсмены, которые уже достойно выступают на уровне, можно сказать, России. Ну, вот один из них, он уже был у нас призером России по маленьким, пятым, по старшим юношам. Сейчас вот он выиграл эти соревнования и завоевал путевку для участия в финальной части, которая будет в 2016 году. То есть два человека от Рязани у нас уже завоевали путевку для того, чтобы выступать в финальной части наших соревнований дальше, чемпионат России. Ну и вот планы на ближайшее, самое будущее. Ну вот сейчас прошло в Воронеже, у нас старт – это Центральный федеральный округ по маленьким ребятам. Отобралось у нас шесть на Центральном федеральном округе, два у нас еще были соревнования Михайловой, это юность России, там у нас два чемпиона отобрались. Один человек у нас отобрался по профсоюзам во Владимире, то есть всех путевок получилось девять. Ну, так как мы будем отбирать достойных, чтобы они хорошо выступали, потому что соревнования будут проходить в Кемерово далеко, и я надеюсь, что вот эти с нами кемеровские старты России нам тоже дадут призеров и чемпионов, потому что очень ребята хорошие, выступают хорошо, вызовывают первые и вторые места на уровне сборной. Сейчас вот я по своим планам ставлю план развития в дальнейшем, хочу подключить несколько человек и ехать с ними на сборы в Терскол, Кабардин, Балкария. В прошлом году мы тоже там были с парнем. Так вот он сейчас, уже, как сказать, у нас есть совместные планы развития с Москвой, с Мордовией, с областью. Вот сейчас он на первенство Москвы передан был туда, он выиграл Москву, сейчас будет выступать за Рязань-Москву на чемпионате России. То есть та подготовка, к которой мы уделили внимание, дала ему шанс сейчас легко выиграть первенство Москвы, и которая является, естественно, и одна из сильнейших команд нашей России. Ну что ж, побед вам, вашим подопечным, и, конечно же, силы духа нашим телезрителям. Напомню, в гостях у меня сегодня был Николай Кочуков, главный тренер Рязанской области Федерации спортивной борьбы. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова